итак ребята всем привет сегодня у меня будет очередной выпуск и выпуск связаны продолжение предыдущего где я спрашивал и задавал вопросы на некоторые мои находки на которые я не могу совсем отдать ответ спасибо огромное всем подписчикам и зрителям кто зашел случайно на канал и оставив небольшую долю времени отписались по комментарии все ваши я комментарии прочитал фотографии ссылочки рассмотрел и сделал кое-какие выводы по поводу монет с насечками и различного рода которые я задавал вопросы все в принципе спасибо вам огромное что откликнулись так быстро поступило более сотни комментарий я конечно интересные ссылочки фотографии к этому видео прикреплю и все вместе с вами подробно подведем итог на все вопросы которые я задавал я получил ответ благодаря вам кое-где в интернете я поискал информацию вот но все же на все я получил ответы и сегодня мы рассмотрим и раскроем загадки которые я перед вами ставил ну и перед собой тем более так что продолжаем смотреть и подробно расскажу по всем видам вопросам и получили какие ответы смотрим будет интересно продолжаем и так ребята ну а начну то что мы уже раскрыли в прошлом выпуске это вот такие встречаются вырубуши очень часто с отверстием внутри и остатки вот такой вот вырубки очень часто попадаются именно вот такие вот вещи это у нас масонская копеечка была то есть внутренняя часть именно вот от этого вырубуша на эту мы загадку ответили в прямом эфире то есть брали обычную монету при помощи какого-то предмета ложки или же какого-то обстукивали края монета развальцовывалась вот до такого состояния и потом делали насечки как вы здесь вот показано видите в центре насечки сделаны но вырубить так и не успели вот получалось колечко такой грубой формы и потом доводили до ума на этом мы ответили в принципе это не сложная загадка встречается у нас очень много как вы видите колец именно народного творчества в основном встречаются медные но встречаются и такие вот встречаются серебряные вот у меня несколько образцов где делали из серебряных монет но это как позволить конечно не все могли себе из серебра делать колечки вот в первая загадка разгадана но я повторюсь это у нас уже был пройденный этап мы ее разгадали следующее что у нас было пойду по порядку именно вот по этим вот предметом это также была с легкостью разгадана где у нас на монетах имеется вот такие вот отверстия это что ни на есть это у нас маниста предметы украшения женщин которые одевали на шее украшали одежду головные уборы даже бывало и делали из них серьги фотографии я приобщу как выглядит маниста может кто не знает из новичков так что вот эти вот монеты с дырочками это у нас с манист следующее вот такие зачастую встречаются у нас монеты с насечками и почему мои утверждения что это игровые монеты я вот вам хочу показать небольшое количество которые у меня есть все все монеты имеют насечки именно со стороны вензеля царей николаевские александровские все прочее ни одного нету запила со стороны номинала нет у меня ребят таких монет нету кто-то говорит встречаются они может быть но если такие монеты есть то они для других целей но когда встречаются вот такие вот монеты это сто процентов игровые и именно эти монеты являются у нас бит точками битки они встречаются разного номинала разных периодов потому что в эту игру играли при всех царях и дошла в принципе такая молва до наших лет что эта игра называлась орлянка ничего говорить не могу но если вам любопытно я вам в следующих видео расскажу и покажу как именно игрались в эту игру в деревнях в городах и селах именно такие вот использовали монеты битки и это у нас игровые монеты есть конечно монеты и с насечками которые говорят что якобы для вычесывания вшей гнид ну и все прочие гадости пакости вот это тоже вариант проходил может быть может быть но как вы думаете вот такими насечками или вот такими вот можно хоть что-то вычесать я пытался делать эксперимент хотя бы говорят что это еще использовали для борта чёса вот пытался расчесать мех такой монетой к сожалению у меня этого не получилось можете сами сделать эксперимент и попробовать вот такой штучкой из своей собаки или кошки вычесать хоть одну блоху я думаю не получится это однозначно тем более гниды они у нас личинки этих существ они довольно таки мелкие и я думаю вот эти вот насечки на монетах не справиться и не вычисли также говорят что эти насечки используется для умерших то есть сложили на глаза это тоже неверно я думаю вы меня тоже также поддержите что это нереально говорят что еще делали насечки выпиливали отсюда медь для своей скотины говорят иметь имеет свойство лечить животных это я утверждать не могу но сами подумайте если вы делали бы на такие вот манипуляции с монетами чтобы добыть медь я думаю вот так бы вы не пилили напильником а просто напросто вот так вот взяли бы об напильник исчезли так гораздо удобней выпиливать также говорят что это у нас для наматывания ниток возможно возможно все возможно но к сожалению не наш случай так же встречаются у нас вот такие вот интересные тоже задавал вопрос что это такое для чего и здесь один у меня только ответ это у нас была монета заготовка для изготовления шпоры но сожалению ее не доделали вот фотку я прилагаю как она должна была быть выглядеть после своего завершения это у нас заготовка для шпоры следующее у нас была вот такая монета это у нас екатериновский пятак с одной стороны сделана такая шлифовочка и видно в центре имеется накернение то есть это у нас было также заготовка но заготовка для тестореза всю информацию я прикладываю тесторез следующая монета это у нас вот такая в центре отверстия и все что я могу сказать про это это у нас либо заготовку под тесторез также но все же это у нас было наверно заготовка под шайбу шайба под вороток для закрытия калитки и фото я тоже прилагаю это единственный вариант какой я могу вам сказать потому что никто более мне не ответил для чего вот такая монета следующего такие рубленые монеты встречаются получал и ответы множество разных кто говорит для переплавки монет и все прочее но здесь один вариант их просто напросто рубили для размена то есть в свое время была редкость таких монет как одна вторая копейки 1 4 копейки и для простоты обмена то есть сдачи монеты рубили нужного размера нужного веса чтобы соответствовал именно монете 1 2 копейки 1 4 копейки вот такая вот версия у нас была выдвинута и я думаю что это единственный правильный ответ следующее встречаются вот такие монеты рубленые просто вандализм какой-то я так предполагаю что это тоже пытались разрубить монету для размена но к сожалению что-то пошло не так и просто напросто и и забраковали или же так вот осуществлялась утилизация монет их встречается очень много рубит их уродовали вот такие вот объяснения по данным монетам следующее что у нас было это вот такая вот фиговина говорят кто это фальшиво монетчиков штамп кто-то говорил что это отиск печати для печати замков амбарных вот это как бы фамильная вроде как самодельная но здесь другая версия это ребята у нас печать штамп именно на почте раньше в свое время использовали также как и сейчас именно платежную систему сейчас у нас клеится марки на почтовые конверты а раньше скрепляли при помощи вот такой печати оттиска на конверт тем самым стоимость отправки письма составляла 2 копейки такая у нас печать в один подписчик мне говорил что в нижнем новгороде в музее лежит вот и описание данные штуки там есть и он мне ее передал так что это у меня не высосанная из пальца а вот такая информация из музея вот такая вот вещица интересная довольно таки довольно таки редко следующее что вот такой-то орел у нас был очень много интересных было вариантов что это у нас от рукояти от ножа от настольного прибора там например печати и от шлемов и все прочее очень много даже скипетера и очень много интересных было вариантов по данному вот сюжету но к сожалению это не так не так нашел я кое-что и фотографию я вам приложу и рассказываю что это у нас всего-навсего декор от колокольчика вот такая интересная вещица которая довольно таки многих заинтересовала но оказалась обычным обычным колокольчиком если у нас еще вот такая вот интересная загадка вот такая красивая зачетная голова льва сзади у нас вот такой вот крепеж имеется вот приходило много сообщений довольно таки интересные кто что говорит но жалко что не все то что говорили на самом деле был как вариант что это у нас фибула фибула это у нас простым языком застежка плаща кто-то говорил что это обычная декор конской упряжи это куда проще это у нас обычная застежка для плаща плаща морского то есть это офицерская такая застежка которая удерживалась на плаще и фиксируя тем самым сам плащ от падения это одна из частей здесь вот у нас имелась проушина цепь и вторая часть то есть это состояло из двух частей вот такая зачетная загадочная вещица была но мы ее эту загадку разгадали красивый зачетный лёва и напоследок хочу вам рассказать вот вот про такую вещь а версии ребята было не так уж много говорили что это пряслица это если будут этого ушка не было бы я бы тоже поверил это одевали на как она называется на веретено таким способом одевали и вращали его тем самым увеличивали скорость вращения за счет утяжеления вот таким вот грузникам было бы пряслиться были такие варианты спасибо очень хорошая версия но как вы видите здесь вот имеется у нас ушко и я же ссылаюсь на то что это обычный солярный амулет талисман оберег другими словами его назвать нельзя вот такой зачетный солярный амулет у нас имеется в коллекции двенадцатый четырнадцатый век аланы хазары что-то в этом роде так что точную информацию я так и не получил но всем спасибо что подсказали что за вещица у нас имеется в коллекции по металлу это возможно бронза вот таким вот способом мы отгадали последнюю загадку которая у нас была именно солярным амулетом оберегом наших предков ну а сейчас я вам расскажу о том что вас ждет в следующем выпуске итак ребята на этом я буду заканчивать свой видео обзор где мы получили все ответы на наши вопросы и я понял что очень много любопытных любознательных людей у нас появилось и кто-то хочет разгадывать новые загадки и в следующем видео я вам покажу новые загадки которые у меня еще есть с этого сезона те находки у меня были прошлых лет вопросы у меня возникали но мы сегодня их рассмотрели разгадали в общем все получилось очень очень даже хорошо и сейчас я вам покажу небольшую часть того что мы будем в следующем видео ролике рассматривать по находкам довольно таки интересные так что смотри окончание видео и ты узнаешь что будет в следующих видео роликах ну а в следующем выпуске ребята я вам хочу рассказать и показать про некоторые находки находки ну на этом ребята и все всем пока всем удачных находок новых сезона открытия и вот таких вот необычных интересных находок которые иногда просто взрывают мозг что это как это и почему удачи в новом сезоне пока